МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В хорошем смысле слова. Итак, в нашей студии Самарский Дед Мороз Алексей Сатонин и Снегурочка Кристина Ваганова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. У вас есть традиционное приветствие, с которым вы обращаетесь к тем, кто вас пригласил? Вот ваша камера. Пожалуйста, приветствуйте наших зрителей. Здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте, девчушки и мальчушки. Здравствуйте, ребята. Девчушки и мальчушки, это вы так специально, чтобы было задорно. Это мы ко всем, да. Для нас все мальчики и девочки, независимо от возраста, работы и должности. Но это прекрасно обращаемся. Для нас все маленькие детишки. А есть что-то, что отличает вашу пару от других, Дед Морозов и Снегурочек? Ну, наверное, конечно, есть, да. Тут самое главное, что нужно не сыграть Дедушку Мороза, не сыграть Снегурочку, а нужно им встать, прожить этот вот образ, прожить вот эти вот эмоции, чувства, и тогда, я думаю, все получится. Тем более, с каждым годом дети, они чего? Дети, они все хитрее. Они все хитрее, они все умнее, наблюдательнее. Это раньше, может, был как раз халат напялил, и все. И вот, вроде же, Дед Мороз. А тут все они смотрят, какие бровки, какая борода, какая шуба. Ну, вот за этим все. Каким цветом волосы. Все это приходится следить. Нужно нам соответствовать. А как вы стали Дедом Морозом и Снегурочкой? Очень интересно, как к этому приходят? Как у вас случилось? Наверное, внучники, ты сначала ответишь, да? Как решила стать Снегурочкой, Кристина? На самом деле, я очень люблю детей, очень люблю проводить праздники. У меня со школьной поры я любила проводить праздники, организовывала мероприятия, и уже со школы начала подрабатывать Снегурочкой. Просто ходили по домам, поздравляли детишек. И когда поступила в университет, появился такой шикарный Дед Мороз. А университет какой? Самарский государственный технический университет. Я думала, Институт культуры. Мы инженеры. Политех, политех, такие кадры у нас в Самаре воспитывают. Мы активные, общественники, очень любим работать на благо людей, общества. Поэтому так получилось. Поэтому сразу из технического университета. Да, у Дед Мороза с Негурочкой. Но у меня по-другому манейка была. Меня с детства родители, мам, пап всегда воспитывали, что нужно чудеса верить. Как бы это банально ни звучало, росли на сказках, на мультиках. И я так подумал, что вот должна быть такая работа, чтобы не переставали в чудеса верить. И главное, чтобы люди другие не переставали в чудеса верить. И вот это же подвигло Дедушкой Морозом стать. А сегодня дети верят в Деда Мороза? Как вам кажется, вот по вашим наблюдениям? Да, я думаю, что верят. Безусловно, безусловно верят. Это же сказка, это же чудо, мне кажется, верят. Верят. И ждут с нетерпением нас в гости. Да, и когда вы заходите, это, наверное, такой самый пиковый момент. Это чудо. Дети с такими глазами, с удивлением ждут нас. Скажите, пожалуйста, какой Новый год вам запомнился больше всего? Для меня, наверное, это было три года назад. И у нас давно мы уже ведем свой блог в социальных сетях. Так, расскажите, как вас найти? Там группа ВКонтакте называется Дедушка Мороз и Стегурочка Самара. Там у нас группа, 10 тысяч подписчиков. Мы не только посещаем детские садики, школы, корпоративы. Мы еще любим очень гулять по городу просто так. И вот сам мне запомнился больше всего, три года назад это было... Гуляли бы просто так. Мы гуляли по площади Кубышева. Любим мы выходные, площадь Кубышева убираться. А там в театре какой-то спектакль шел. И оттуда повалили дети, все такие приподнятые, новогодний спектакль с родителями. А тут Дед Мороз, Стегурочка. Настоящие. Эмоций было не передать. И как к нам сближался весь театр, вот это, наверное... Пришлось вам свою программу еще раз отрабатывать. Нам только в радость. Мы это любим. Нам только в радость. Кристина. Ну, для меня, на самом деле, каждый Новый год запоминающийся. Потому что мы поздравляем детишек, я их очень люблю. Но также мы выступаем для детей-инвалидов. Тоже для меня это очень важно. И чувствовать, видеть эмоции, это непередобаемо. Вот, поэтому все замечательно. Для вас это тоже такой подъем. Да, конечно. Отдача, эмоции. И новогодние тоже ощущения. Да и для них, конечно, тоже сказка, чудо. Выступление перед детьми и перед взрослыми. Хоть вы сказали, что для вас всех, все дети. Все-таки, чем они отличаются? И выступаете ли вы в офисах, предприятиях и так далее, во взрослых таких уже компаниях? Выступаем. Выступаем везде. Садики, школы, корпоративы, фирмы, заводы. И вплоть до правительственных масштабов. Отличается. Со взрослыми проще. Со взрослыми проще. Правда? Их вот любые игры, вот... Они кидаются. Разные раз кидаются, они хотят детство им повеселиться, поплясать, поиграть. Вот, легко. А вот детишки нет. Их надо заинтересовать. Вот, 21 век. Мир технологий, компьютеров, планшетов. С двух лет в планшете тыкают, уже все понимают. И на вас уже, наверное... И тут попробуют деньги. Попробуют, заинтересуют. Так что, со взрослыми проще. Специальные мероприятия для детишек, чтобы им понравилось все. Со взрослыми, да, действительно проще, потому что они хотят, наверное, почувствовать вот этот вот драйв, эмоции, поэтому они... Повеселее, чем нам хочется праздника. Да, праздника. Посреди этих будней загруженных. Праздника и чудо тоже. Скажите, кроме вас двоих, в вашем арсенале, что еще есть? Какая программа? Какое звуковое сопровождение? Может быть, игры, загадки, шарады или конкурсы? Что еще? У нас полный комплект, во-первых, у нас профессиональный звук, оборудование, несколько колонок, комплектов света, музыка, диджеи, аппараты с сахарной ватой, аппараты с пузырями мыльными и прочее, прочее, прочее. Но программа, наверное, все-таки... Есть вот, как, это сказать, рыба, схема, приветствия, знакомства, игры, дискотека, фотографирование. А дальше уже импровизация. Вокальные номера. Вокальные, Кристина, вы поете? А наша Снегурочка, она у нас всероссийский лауреат, всероссийский лауреат вокальных конкурсов. Кристина, а вы поете акапелло, и просто вот, если вас попросить, чтобы услышать ваш голос и, может быть, подачу вашу, сейчас можете что-то исполнить? На вагонье, да? Пожалуйста. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Замечательно. Ой, добра, бара. Первый раз я захотела подпеть, но вовремя остановилась, потому что действительно передает настроение. Сам Новый год вы как встречаете? Или у вас совпадает с тем, что вы где-то проводите и помогаете? На Новый год обычно мы работаем, в тот час в 12. Мы, конечно же, в семье, это семейный праздник, поэтому для меня лично важно, чтобы я с семьей собралась и отметила Новый год. Дедушка тоже учитывает, внучку отпускает в 12, но лично у меня всю ночь сплошная работа в праздник. Все хотят поближе к курантам. Все хотят в 12 в час, вот чтобы в этот самый миг. Да, тут, к сожалению, не до посиделок, не до домашних дел, семья только вот под конец рабочего дня. Для вас это тоже, наверное, радость, да? Конечно, конечно. Есть прям несколько постоянных друзей, детей, которые вот именно нас ждут, именно вот меня, дедушку вот такого. Вот никак им нельзя отказать. И тут же остается вопрос, не какой-то материальный, а уже чисто вот... Успеть, успеть везде как-то вот... Да, если дети ждут, они просят, они даже письма пишут. Пишут письма каждый год, присылают подарки, рисунки. Ну, как тут отказать? Как тут скажут, что я пошел в семью праздновать? Нет, вот едешь, мчишься. Что просят и ждут современные дети от Деда Мороза? Какие бывают заявки, если вы говорите, что письма получаются, наверное? Тут сложно, тут сложно. Наверное? На первых местах это у нас айфон, айпод, айпед и вот это все дела. И это, конечно... Дед Морозы даже вконтакте пишут. Дед Мороз когда-то там пишет. Каждый день, с утра до вечера. Собственно, звонят. Просто, дед, привет, мне айфон. Батюшке там 100 тысяч стоят. Где же взять-то деньги? Ну, сам, конечно, технику. Игрушки все с каждым годом меньше и меньше просят. Ну, и, конечно же, просят, чтобы мы пришли к ним в гости. Это самое главное для нас. А вы ходите, вот такая картинка все время возникает из фильмов, даже когда заходит Дед Мороз со Снегурочкой в подъезд, и уже здесь начинаются какие-то чудеса и смешные моменты, вот как нам в фильмах показывают, то не туда, не в ту квартиру, то не в том состоянии. Ой, сейчас. У вас что-то такое подобное происходит? Да, происходило. Но мы переодеваемся в подъезде. Вот, и, конечно, когда мы переодеваемся в лифте или где-то, встречаем людей. Да, да, да. И появляется все больше и больше заказов. Это для нас даже плюс. Самое любимое – это перехватывают. Идем прям по пути, перехватывают, особенно папочки. Приглашают. Ну, пойдем, ну, пойдем к нам. Да, ну, пойдем. Бывает, даже не спрашивая, под мышкой, и все. Такое бывало. Но самое, наверное, классное, никогда не забуду, это было два года назад. Ездили мы в частный сектор. Это если вот по Вроре ехать. Да, частный сектор там начинается. Мы оделись заранее. И нас туда привезли. Ночью, это было в 12. Ну, под бой курантов, в полдвенадцатого. Мы вышли, и, представляете, поселок, ну, как частный сектор. Все на улицах салют и прочее. И тут появляется Дед Мороз, сразу одетый. И мы шли по поселку. Детвора бежала. Толпой вплотью провожал нас до дома, куда мы, собственно, целенаправленно шли. Вот это было сказочно. Да, ну, в общем, впечатлений-то у вас тоже прибавляется с каждым годом все больше и больше. А с нашим всероссийским Дедоморозом встречались, видели его. Он в Самару приезжает, ну, чтобы как-то вот опытом поделиться. Каждый год он посещает Самару. Он не забывает, это правда. Конечно, это для нас эталон. Когда мы, собственно, и костюмами занимались, мы старались использовать фотографии, выкройки, шубы настоящего великого устюгского Деда Мороза. Ну, это, я думаю, и, в принципе, заметно. И один раз довелось, конечно, туда, на экскурсию попасть. Великий устюг, в избушку Дедушки Мороза. Вот, да. Ну, это что тут говорить. Тут уже... Есть на кого равняться, это наш образ, мы стараемся соответствовать. Он, конечно, такой вот, как есть. Настоящий, единый российский Дед Мороз. Наш пример. Наш пример, да. Да, потому что буквально он был на днях в Самаре, поэтому я спросила. Праздник Новый год, в чем его смысл для вас? Что это за праздник? Почему его так все любят? Давай, мученька. Новый год. Ну, потому что это сказка, это чудо, это, как говорится, с кем проведешь Новый год, так и дальше год пойдет. То есть важно правильно отметить его, правильно встретить этот Новый год, правильно, наверное, чудо вот это вот встретить. Чудо – это такое ключевое, и сказка – это такие ключевые слова. Мне кажется, все ждут Новый год. Ну, потому что, во-первых, зима, сама по себе, это, наверное, самое сложное время года. Вот это лично мое мнение. Это хандра, немножко депрессия, это конец года, у взрослых это отчеты и прочее, прочее. У школьников это четверть, полугодие и прочее. И у всех, само по собой, физически организм так устроится, начинает у многих депрессия, хандра идет. И очень важно с ней правильно бороться. И вот как раз с этим помогает Новый год, с этим помогает спорт, предновогодние мероприятия, события. Вот это все позволяет зиму обернуть. Дедушка Мороз, вы тоже спортом занимаетесь? И, конечно, каждое утро. Каким? Бег, обливание. Только детство все почему-то растет в размерах. Спорт, занятие спортом. Не уменьшается. Ну, в общем, спорт, потому что действительно такой тренд на здоровый образ жизни. В последнее время многие занимаются спортом. Поэтому это тоже, наверное, как-то должно отражаться и в празднованиях тоже. Конечно, конечно. Столы меняются, меньше алкоголя, может быть. Да, да, да. Как-то уже к подходам к блюдам. Меньше алкоголя, салаты непонятные, не поймись чего-то. Не мясо, не рыба. Только из зелени. Только из зелени. Ну, со всеми этими трендами питание, конечно, надо не забывать. Организм надо не мучить, истязать вот этим и голоданием, и прочим. И вот надо, наоборот, в нужное русло направлять, чтобы организм был здоровый, без мяса, без рыбы, без всего. Нельзя. А многие вот не в то русло идут. То есть для вас традиционная встреча, это все-таки хороший стос с такими сблюдами, серьезные. Все семейство должно быть сытое. Сытый, значит, довольный, значит, праздник удался. Ну, символы Нового года, как ни странно, все равно остаются. Это шампанское, мандарины. Вот интересный тоже такой случай, да? Бребье, селедка под шубой. Это обязательно. Это неизменно. Но каждый год меняются те животные, которые приходят к нам с Востока, символы, да? Вот эти вот то обезьяны, то собак. То собак. В этом году знаете, кто будет? Уже? Уже, дедушка? Смотрели? По-восточному нет, мы еще не проверяли. Вот, нет, не смотрели. А вы знаете, кто у нас будет? По-моему, крыса. И причем какая-то обычная... Это год крыса, да, вот. Это какая-то земляная или... На мышки, наверное, на... На мышки, да. На мышки, да. Вы на них не равняетесь. На мышки. У вас другая подача своя. У нас немножко, да, да. Это вот все, вот эти гороскопы, чей год как кого, вот, это немножко не наше. Это не ваше. Такие традиции российские коренные, наверное. Конечно, да. Да, да. А что в них главное? Какие они? Вот как вас, как вы готовитесь? Какая программа? Что люди получают еще, узнают, может быть, даже нового после ваших выступлений. Ну, во-первых, мы пропагандируем, кто такой настоящий Дед Мороз Снегурочка. Очень многие путают, особенно сейчас. Дед Мороз со Снегурочкой? Нет, настоящий русский, вы сам-то классный. Это очень важно. Вот это везде идет пропаганда зарубежных идолов, как бы, зарубежных стилей, моды. И дети так начинают думать, там, ой, Дедушка Мороз к нам на оленях сейчас приедет. Да не приедет он никогда на оленях. Дедушка Мороз – это упряжка, песни поет в три белых коня. Никаких оленей у Дедушки Мороза нет. Там, у него длинная шуба, а не куртки вот эти полушубки. У него длинная густая борода. Ну, вот и так далее, и так далее. Это важно очень в нашем выступлении соблюдать. И, конечно, есть ряд вещей, без чего программа новогодняя обходится. Это обязательно русская плясовая пляшет, как гостя, так пляшет и Дедушка. Вот подобных элементов в празднике. Песни, мероприятия, игры – это обязательно. Ну, важно, что вот в таких вот традициях наших. Конечно. Это тоже очень важно. Чтобы знали, что вот есть настоящий Дедушка Мороз, русский, а не Санта-Клаус какой-то. А когда путают, мы поправляем. Аккуратно мы тоже обучаем, чтобы знали. Там вот бывает часто, это очень часто. Там и приедешь, и там мамочка начинает. Вот Дедушка к тебе на оленях приехал. Я подхожу к вами. Внученька. Для меня все внученьки. Да не на оленях. Попутал ты, наверное, маленько. На упряжке я приехал. Запряженный конями белыми. Ну, давайте посмотрим на вас со стороны, как вы смотритесь. И дальше продолжим программу. Субтитры подогнал «Симон» Дедушка Мороз Эй-эй-эй! Здравствуй! Здравствуй, Самара родная! Здравствуйте, вы дорогие! Ух! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Ну, Новый год совсем уже на носу, и вот Дедушка Мороз уже в Самаре. Самое время пригласить в детскую область. Будь то детский садик с ребятишками малыми, ну или совсем большие ребят на корпоратив. Звоните, и Дедушка Мороз придет ко всем. С наступающим, мои дорогие! А до каких пор длится вот эта новогодняя пора с гуляниями, празднованием и так далее? Это же не после 12 часов сразу заканчивается. На самом деле, 31-е – это такая некая точка, такая какая-то вот понятие есть у нас. Да, самое главное. У техников точка росы. Да, вот такой самый главный бой курантов. Но на этом празднике он не прекращается, он только разгуливается и разгуливается. Вот все, начало января, все январские дни, постоянно идут заказы, спрос. Впереди-то еще не менее важный праздник – это Рождество Христово, вот, и там тоже часто... И вас тоже приглашают даже на Рождество? В январе у нас, да, тоже заполнено. Тоже идут елки, очень много на дом. Некоторые семьи даже больше любят пригласить на Рождество, нежели вот на Новый год. Потому что у каждого есть традиции, да? Больше такой вот, да, святой, душевный, духовный. Такой семейный, и вот очень часто на Рождество. И даже после Рождества, на Старый Новый год, и на Старый Новый год тоже нас всегда в почете. Главное – праздничное настроение. А у вас есть свои секреты, которыми вы можете поделиться? Как создать в себе праздничное настроение? Потому что, вот как Дед Мороз сказал, уже конец года – это что-то... Энергия падает, уже все завершается, куча дел. Ну, как раз вот наши выступления, наши выезды к детям, на корпоративы, ко взрослым помогают вывести, наверное, с какого-то плохого настроения, создать в себе сказку, хорошее настроение и быть счастливой. Вот даже сейчас вот с утра у меня было, ну, не очень хорошее настроение, потому что у меня сессия, зачеты, конечно, я волнуюсь. Вот. И приехали к вам, настроение поднялось, потому что мы сказочные персонажи, Дед Мороз с Снегурочкой, и нам всегда должно быть хорошо, радостно, и мы должны быть счастливы, потому что это наша работа, и мы должны к ней подходить без плохого настроения. Да, и вот как важно отметил Дед Мороз, что важно не играть в это состояние, не играть, потому что я с Снегурочкой дошла. А быть, быть, да, и вот чувствовать себя. Ну, это твой внучка-секрет. У меня свой есть. Он, на самом деле, очень банальный и простой. Но вот декабрь, конец года, надо подводить итоги везде. И очень важно, несмотря на всю эту суету, череду будних дней, рабочих моментов, процессов, очень важно внутри себя, для самого себя подвести итог, сесть и посмотреть, чего ты за год, отходя от работы, учебы, школы, ты не сделал. Не сделал. Вот что ты не сделал. Что-то ему сделал. Нет, вот нужно подменить, что ты не сделал, и постараться успеть, домой курантов это сделать, посмотреть, может, ты бабушку давно не навещал, может, ты про родителей своей работой позабыл, может, ты кому чего долго не вернул, забыл, у кого чего занимал, может, чего-то не доделал. И если начать это в декабре параллельно со всей вот этой суетой делать, потом такое удовлетворение придет. Вот это самое, что ненависть борьба. Сделать то, чего за год не удосужился, не удалось. Вот тогда эта лучшая борьба будет расслаждение. Ну, это очень хороший совет. И предлагаю всем к нему прислушаться. Скажите, а вы сами загадываете желание? Есть такая традиция, загадываете желание под бой курантов. Некоторые даже скажут, что ты сжигаешь там шампанское? Сжигаем пепел, пепел шампанское и пьем шампанское. И вы тоже такое проделываете. И исполняется. Конечно. В течение года следующего исполняется. Обязательно. Понятно. У нас есть фотографии с ваших празднований. Давайте их посмотрим. Давайте. И если несколько будет каких-то комментариев, то тогда можете нам рассказать, где это вы. Это вот, собственно, в политехнический нас самарский политех частенько зовут. О, так ярко нарядно. Да. Все дети, всех сотрудников опорного вуза собираются, мы вот приходим. Здесь мы в Российской академии моделинга. Модельное агентство. Сергей Долгов, фотограф, нас фотографирует. Вот здесь примеры домашних дел. Это вот вы где-то на площади купите? Вот это у меня на площадь кубышу. Другая шутка у меня выходная. Это вот мы с самарскими моделями опять в Академии моделинга. Здесь вот мы возле площади Куйбышева обходили здание. Тут взрослый корпоратив. Как раз самаргист. Как раз самаргист. Да, поздравляли. Вот тут опять площадь Куйбышева, центральная елка. Это вот южный город. Мы по всей области же разъезжаем. В Кенелея бываем, в Новокуйбышске. Вот тут очередная фотосессия. Нас часто приглашают пофотографироваться где-то. Да, ну это, конечно, приятно всегда с Дедом Морозом, с Снегурочкой, сфотографироваться. Скажите, а в область вы выезжаете? Вот вы сказали, города. Да, конечно. И как, интересно, всегда отличается ли празднование Нового года в большом городе, да, или просто в городе от села? Да, отличается. От центра района. Там ждут даже больше, на самом деле. Детишки прям... Мы где выступали? В Кенеле. В прошлый год Кенель, вспомните, да. Да, мы собрались на какой-то площадке, было очень много детей, видимо, какой-то район, там какой-то... Там вот горка была, да, да, да. Горка, там лед, на карте это все было. За версту нас встречали. Да, и очень было много детей, они все бежали, и вот мы как раз еле уехали оттуда, потому что за нами все бежали. Вот у нас столько детей. Послали нас поздравить, победители конкурса областного, губерния послала, там площадь в Кенеле главная есть. И наша задача была просто прийти, вручить подарок, пообщаться с победителями, уехать. А там центральная площадь. И какое-то мероприятие, и главное, елка. И мы тут появились, и все подумали, что мы вот как раз настоящий Дед Мороз, Снегурчик, Кенель приехали. Чуть на сцену не затащили, но, благо, удалось. Все спокойно, мирно. Конечно, в областях, в деревнях больше ждут, больше верят сказку, видимо, больше традиций соблюдаем. Не так они, возможно, вот этой суетой мегаполисов и технологического процесса, они... Обременены, да. Обременены, да. И они больше вот именно ждут вот этого праздника, и больше верят. Ну и, конечно, там Дедушка Морозом реже появляется в области. Поэтому Новокубышевск, Кенель, Чапаевск, Тольятти, очень частенько мы уезжаем. Очень нравится, когда дети говорят, а это что, действительно настоящий Дед Мороз в Снегуртиках? Да. Это очень здорово, это эмоции непредаваемые. Да, ну, очень важно, конечно, получать тоже эффект, так скажем, от своей работы, потому что это все равно работа, чтобы как бы это было ни весело, ни радостно, для вас это труд. Это работа, да. Труд, который приносит радость другим людям, ну, и вам тоже. Офисы, предприятия тоже, как они отмечают? И меняются ли какие-то традиции со временем празднования Нового года? Что вы подмечаете своим взглядом? Или это настолько традиционный праздник, что вот все там такие основы заложены уже, от которых ни вправо, ни влево отступать нельзя? Нет, там все уже довольно традиционно. Также корпоративы, обязательно Дедушка Мороз и Егорочка, дискотеки-пляски, кофе в ресторан снять, все это остается, независимо от того, маленькая фирма или большая, то есть традиции они соблюдают, потому что это тоже важно, если не поддерживать корпоративный дух, сплоченность коллектива и такие опорные праздники, как Новый год не праздновать, конечно, как можно в дальнейшем работать? Это очень важно, но отличия есть, отличия есть. Вот такое складывалось впечатление, что с каждым годом люди больше устают. И они на корпоратив более измученные, как будто их больше нагружают. А вроде бы должность там, ну от года к году, например, не поменялась, обязанности, задачи вроде не проявлялись, а они все устают. Очень часто из года в год к одним и тем же попадаем, потому что зовут нас, не могут без нас. И они все вот, Дедушка, мы больше устали, это еще вот кушать, тяжелее год. Говорю, внучка, да как же так, говорю, ты вот как был там инженер, так и устал. Говорю, ты чего больше устал-то? Не знаю, говорит, Дедушка, ну чуть больше устал. Вот замечаем. То есть у вас все задачи прибавляют еще усталость. Психологическое, да, выслушать. А как вас найти в интернет или где-то еще, чтобы пригласить? На протяжении нашей программы выходит телефон, его видят наши телезрители, а еще в интернет, в соцсети, где вы представлены? Вот группа ВКонтакте, Дед Мороз, Снегурочка и Самара. Мы есть также в Инстаграме, тоже записаны Дед Мороз вроде. Мы просто Дед Мороз, Снегурочка и Самара, я с ВКонтакте, в Витя, наша группа, она первая среди всех самарских. И в группе как раз есть все. 9,5 тысяч подписчиков. Там есть все. Ссылка на Инстаграм. И в Инстаграме, во всех социальных сетях мы стараемся следить, но лучше всего, конечно, звонить по телефону, так проще всего обсудить, чего как заказать. Живое общение всегда заменяет соцсети, интернет. Поэтому звоните, зовите нас. Слушайте, приглашайте в гости. Да, вы позиционируете себя как Самарский Дед Мороз и Снегурочка. А в чем вот эта вот такая специфика, то, что вы Самарский? Что это такое? Именно Самарский Дед Мороз и Самарская Снегурочка. Что вы в это вкладываете? Ну, российский Дед Мороз, он есть. Он один. Его это не надо вот это копировать, под него вот это вот имя забирать. Он есть, он один, он существует, и туда детишки ездят. Ну, значит, Самара должен быть свой, твой такой Дед Мороз. У нас так, на самом деле, это такое, как народное признание. В народе нас назвали. Ну, вот, говорит, Дед Мороз, ты настоящий. Ну, вот вроде Великомустюге тоже настоящий. Мама Самарский, Самарский Мороз, Самарская Снегурочка. Ну, и, конечно, мы еще очень большие патриоты. Я вот, внучка моя, мы очень любим Самару, мы очень любим Самарский край, очень оцениваем, как регион наш развивается, как вот политика движется. Это очень, это очень важно. И еще, я от себя скажу, у вас очень добрые глаза. Я считаю, что для Деда Мороза и для Снегурочки глаза, это очень важно. И когда они добрые, горят и дают радость. Нет, серьезно, от чистого сердца. Глаза, зеркало, души. Да, 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 вот это видно, и это очень приятно. Спасибо, спасибо. Поэтому, ну, еще рано, наверное, поздравлять всех с наступающим, потому что впереди целый почти месяц. Поэтому спасибо вам за ваше настроение, какое вы несете горожанам, и даже не только горожанам, за то, что вы делаете. Всего вам самого хорошего. И до окончания этого года, и в будущем. И напомним, наверное, самое главное, что ваш рецепт, совет завершить все незавершенные, не сделанные дела до конца этого года. Спасибо еще раз. Спасибо вам, спасибо, дорогие друзья. До свидания, всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok